Я обхамена, что Георгий знайдется. Найди журналиста комбинации! Я думаю, что Георгий, когда вернется, обрадуется, узнав, что у него столько друзей, столько коллег, которые за него переживают, которые хотели бы, чтобы с ним было все хорошо. Горячая осень 2000-го. Не только на Крещатике, но даже в Верховной Раде требуют найти журналиста. Принято решение заслухать информацию, что до обстоятельств возникновения известного журналиста Георгия Гангадзе, от министра внутренних справ и от генерального прокурора, действительно довести эту справу до конца, а не завершить, как это было и в 91-м, 93-м, 97-м раках, когда справа поступовала, которая расчинялась. Казалось бы, такой общественный резонанс – повод занервничать. Но причастные к делу Гангадзе люди пока еще спокойные. Нет человека и нет проблем. Этот принцип Сталина был на вооружении и у нашей власти. Это точно знает Сергей Адарович. По словам Адаровича, те, кто смеливался в конце 90-х высказывать свое недовольство Кучмой и тем более критиковать его, как правило, становились жертвами кровавых преступлений. Он сам выжил чудом. Чекал в меня озброеный человек біля моего дома вночь. 28 липня – это было 98-го года. Из тени, из дерева вошел человек, 8-го взрослого, лет 40-го, приблизно, мабуть, наоборот. Вошел прямо на меня и русскую мову сразу, очень вечно, запитал, вы, Адарович Сергей Олегович? Я ответил так. Он говорит, что меня послали очень влиятельные люди с рекомендацией прекратить вам заниматься политической деятельностью. Но я ответил, кто эти поважные люди? Он говорит, что анонимно не хочет общаться. Он говорит, что я не могу назвать, но они очень влиятельные. Прекратите, иначе будет у вас неприятность. Я развернулся, пошел домой. Не было никакого преследования, никаких криков. Но на певдорозе я почувствовал два пострела. И почувствовал, что что-то запыхло в левей ныне. Я понял, что в меня стреляют, поэтому кинулся до дверей подъезда, заскочил подъезд. Политик даже не сомневается, за что получил свое огнестрельное ранение. Незадолго до нападения главный редактор Адарович подписал в печать вот этот номер. И он чуть не стал для него последним. Вот эта газета, червень, 98-го. Тут была публикация, детальный звезд тимчасовой комиссии по торги или зброю. Эта информация была засекречена. Это, по сути, то, что она была определена. Эта статья и послужила таким вот жорким репрессиям по нашей команде. Я абсолютно уверен, что это была система. Список можно продолжать очень долго. Очередной жертвой системы становится еще один ярый противник режима Кучмы. Нардеф Елешкевич. Он чересчур активно выступал против новой конституции, которая сделала бы из Кучмы царя по российскому сценарию. Молодой нардеп не боялся называть Кучму диктатором и уже тогда убийцей Гангадзе. За эту смелость Елешкевича в феврале 2000-го ударом кастета отправляют в реанимацию. Интересно, что первым к пострадавшему в больницу приезжает именно Георгий Гангадзе. И прямо с палаты, ревенимационной палаты на радиоконтиненте, яким керувал Гангадзе, Елешкевич заявил, что цей замок сделан на замовление президента Кучмы. И это передал Гангадзе. Экснардеп Елешкевич чудом выжил и еще долго был главной мишенью для режима. Сегодня он в нашей студии будет предельно откровенен. Заказчиком покушения на мою жизнь был Леонид Данилович Кучма. Более того, после покушения всю систему, что я все-таки чудом остался живым, он не успокоился и фактически устроил на меня настоящую охоту. После нападения на Елешкевича и за несколько месяцев до исчезновения Гангадзе, Подольского также похищает команда Пукача. Подольского в ту ночь по отработанной кровавой схеме везут в лес. Но не убивать, для начала проучили. Прекращай писать против руководства страны. Такими были требования извергов, которых впоследствии на суде опознает Подольский. Я в заявке, в первой, это в справеднике написал, что это сделали милиционеры на замовление Кравченко и Кучу. Вот этот материал был написан, и был первый, знаете, кто читал? Алексей Пулич, если он прочитал, до речи. Это тот материал, который я написал, и в ту ночь, как повезли, я ишел, у меня было в виду раздрукованного. Он называется «Від референдуму до суспільства свободных граждан». Журналист обращает внимание, ничего крамольного в его статьях не найти. Просто неудобная правда, которую они раскрывали в расследованиях, была невыгодна власти. Мы им аргументы про Конституцию, мы им пишем про французскую революцию, а они нам кийковые. Понимаете, про что? Вот, людина сидит, президент, у него есть, Академия наук, все же готовы ему допомагать. За посади, за что забывали. Куча экспертов, правников, докторов наук, академиков, кого угодно, а он пукачек видит. Это нормально, люди? В идеологичной бороде. А вы пытаетесь про мораль. Какая мораль? Если телебачение контролювать легко, газеты контролювать легко, а интернет контролювать надзвичайно сложно. Я думаю, что это было реакцией Кучми и вказовкой закрити канал, примусить этого грузина замовчать. И это привело к загибели Георгия.